Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите информационную программу 7 минут. Студия Леонора Менкова и сегодня речь пойдет о современной форме сказительства, ведь у меня в гостях один из организаторов фестиваля по сторителлингу в Рязани, Влад Беглецов. Здравствуй, Влад! Здрасте, Лена! Совсем недавно подошел к концу второй фестиваль по сторителлингу в Рязани, пришла очередь подвести итоги и рассказать о нем тем, кто еще не слышал. Во-первых, я хочу рассказать вообще о слове сторителлинга, что оно означает. В переводе с английского дословно story – это история, а telling – это рассказ, то есть рассказ своих историй, возможно, даже истории своих родных или близких. Это не сухая констатация фактов какая-то, а повествование о своей истории. Возможно, своей историей вы донесете до кого-нибудь свой смысл, и другие смогут сделать какие-нибудь выводы по поводу вашей истории. И этот принцип уже давно используется в психотерапии, в маркетинге, в рекламе? Да, вообще сторителлинг – это слово появилось в практике в истории 60-70-х годов в прошлом веке. Дэвидом Армстоном ввелось это понятие, и по миру начали проводить какие-то корпоративы по сторителлингу, то есть обучают руководителей крупных компаний по руководству своим персоналом. И как же это появилось у нас в Рязани? Две рязанские девушки – Вика Жабинская и Наташа Стручкова – съездили на первый международный фестиваль, который провел Кирилл Павлович Гопиус. Это известный российский стритейлер, исследователь, участник образовательных программ Общественной палаты Российской Федерации. Он провел первый международный фестиваль именно в Москве, в России. То есть как бы привез в Россию новый вид обучения руководителей. То есть Рязань недолго ждала своих героев, так скажем. Да, осенью в 2011 году Вика с Наташей победили, заняли первые места среди рассказанных историй. И тогда у них зародилась эта гениальная, по-моему, идея – привезти к нам в Рязань такой фестиваль стритейлинга. И уже весной в 2012 году у нас проводится первый Рязанский областной фестиваль, второй российский. В начале, когда мы только начали запускать этот фестиваль в Рязани, многие отказывались. Потому что еще мало кто знал, что такое вообще сторитейлинг. Некоторые просто не понимали его смысл. Но когда мы людям популярно начали объяснять, что это рассказ ваших историй, поучительные рассказы, что некоторые могут сделать какие-то выводы на фоне ваших историй, то многие уже соглашались. И на первый фестиваль вначале зарегистрировалось 55 человек и плюс еще 20 предпринимателей Рязанской области. И рассказал свои истории 25 человек. То есть, я думаю, для первого фестиваля это довольно-таки неплохо. С какой целью участвовали и предприниматели? Для них была какая-то особая номинация? В первом фестивале у нас было всего лишь три номинации, так как мы еще особенно не представляли, как это все сделать. За полгода буквально мы сделали этот областной фестиваль. И при поддержке Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области мы уже второй год проводим мастер-классы специально для предпринимателей. На этих мастер-классах предприниматели узнают, как продвигать себя и свой бизнес с помощью этой популярной методики стори-тейлинга. Но вернемся обратно к первому фестивалю. Так какие три номинации были тогда? Первой номинацией была «История России в моей жизни», «История любви в моей жизни» и «Человек или события, которые повлияли на мою жизнь». Самыми популярными были, конечно же, «История любви» и «Человек, повлияющий на мою жизнь». На эти номинации прислали большее количество участников своих «Историй». Сказительства – это все-таки и сказки, и мифы, и истории. У вас истории вымышленные или настоящие? Главным требованием к нашим участникам предоставляется то, что истории обязательно должны быть реальными, невымышленными, конечно же. И по твоей оценке, как все прошло в первый год? Я думаю, в первый год прошло все на ура, просто отлично. Участники после фестиваля просто радовались, благодарили нас за то, что им предоставилась та уникальная возможность высказаться на публике, не побояться. И некоторые участники фестиваля нас благодарили за то, что они смогли истории, какие-то грустные или больные истории своей жизни как бы отпустить от себя, рассказать в последний раз и попрощаться с ними навсегда. В прошлом году, так же, как и в этом, все проходило в несколько этапов. Да. Сам фестиваль у нас проходит в три этапа. Первый тур – это заочный, когда участники присылают свои истории к нам на электронную почту. В этом году у нас появилось новое новшество. Историю можно было прислать двумя способами. Это напечатанную историю или можно было снять свою историю на видеоролик. Второй тур – сам фестиваль. То есть сам фестиваль мы разделили на два тура тоже. Первый – это мастер-классы. Они помогли студентам подготовиться к очному туру, то есть к самому рассказу истории, помогли им перебороть тот страх, который сопутствует наших участников. И на самом третьем туре очном участники выступали в пяти номинациях. Какая номинация самая интересная? Самая интересная номинация, по моему мнению, это «Любовная история», потому что только любовь, мне кажется, дает самые большие переживания в жизни, особенно у молодежи, у студентов и молодых выпускников. И было интересно послушать молодых людей, то есть как они справляются с своими трудностями вот в любовных переживаниях. На самом деле, несколько девушек рассказывали свои истории, то есть грустные, печальные от любви. И я признаюсь, что я плакал. Вот правда, когда они рассказывают, они тоже сами плачут, и в душе все обрывают. Ну, конечно же, другие номинации тоже были очень интересными. В музейной номинации у нас было 7 участников рассказанных историй. Мы не думали, что такой ажиотаж тоже будет на музейной истории. Как бы все думают, что это скучно, но на самом деле было тоже очень интересно послушать разные истории. А, например, такая номинация, как «Бизнес-история»? В «Бизнес-истории» в этом году было всего лишь две участницы, но они были настолько яркими, настолько открытыми, что они рассказали о своем «Бизнесе» на самом деле правдиво. Юлия Архарова заняла первое место в этой номинации, и она рассказала свою историю о «Бизнесе» в стихотворной форме. В этом году у нас на самом «Очном туре» было 60 человек, и у участников была большая зрительская аудитория, достаточно. Был заместитель министра молодежной политики Денис Александрович Боков, и для участников, я думаю, самый волнительный, конечно, это рассказ истории. И в этом году еще была такая часть фестиваля новая для нас. Это открытый микрофон. То есть после того, как участники расскажут свои истории, у нас было время, примерно полчаса, когда жюри подводило свои итоги. И на этом открытом микрофоне сами участники или вообще любые прохожие могли встать перед аудиторией и рассказать в микрофон любую свою историю. То есть это было тоже интересно, и какое-то новшество в нашем фестивале тоже появилось. И когда организаторы что-то проводят, особенно у нас в Рязани, говорят замечательные призы, интересные подарки, что в конце концов получили победители? Ну, победители получили всякие разные подарки. Это электронную книжку у нас получила одна девушка, получили жесткие диски на 500 гигабайтов и 250, антистрессовые подушки и книги от библиотеки Горького. То есть таким образом вы доказали, что рассказывать и писать теперь не только приятно и полезно, но и выгодно. Да, конечно. Ждем тогда третьего фестиваля сторителлинга в Рязани. А я напоминаю, что вы смотрели информационную программу «Семь минут», и Леонор Мьянкова и Влад Беглецов рассказывали вам о современной форме сказительства. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова